Сегодня мы будем заливать старые галоши. Галоши мои видно? Видно? Вот сюда мы их подальше. Может быть кто-то думает, что мне нечем заняться. На самом деле это не так, дела у меня хватает. Просто они никому не нужны, никому они не подходят. Я хотела их выбросить, а потом думаю, в них же можно цветочки посадить. Но они просто страшно выглядят. Ну попробуем, что у нас получится. Я видела в интернете, там заливают кеды. И просто для того, чтобы залить кеды, нужно закрыть внутри вот это все, напхать с чего-то. А тут-то этого не нужно. Все равно все зеленью зарастет. Так, вот это у меня исчез желтый цвет. Просто исчез. Вот так очень часто бывает. Цвет какой-то пропадает в недрах. Так. Что же делать? Желтенького хотелось. Сейчас попробуем. Тут уже нет, наверное. Ну давай уже. Иди. Так. Ну ладно. Ой. Грязи сегодня будет. Мама, не горюй. Ничего. Зато потом будет красота у меня на участке расти. В этих галошах. Ой. Так, сейчас мы. А кеды заливают. Просто закрывают вот этот белый внизу у подошвы скотчем. Заливают и носятся. Тут-то не обязательно, потому что все равно будет зеленая. Вот. У меня беда в том, что у меня участок весь практически забетонированный. Поэтому я сажаю во все, что можно. С бетона делаю. Ну, те, кто смотрели, видели у меня на участке. У меня даже лук растет в бачке от унитаза. Но это был новый бачок, поэтому я его превратила в вазу. Ну вот. Не знаю, как будет на резине держаться это дело. Ну, вот что получается. Все лучше будет, правда, чем черный. Так, ладно. Одну залили. Я даже много краски развела. Я думала, что больше уйдет. Уберем. О, ребят, у нас такая красота. Персики цветут. Нарциссы, тюльпаны сейчас зацветут. Вот. У меня к вам все-таки огромная просьба. Я все стеснялась просить, чтобы подписывались на мой канал. А тут в Comedy Club увидела, что даже Павел Воля просит подписываться на его инстаграм. Уж ему-то. А у меня вообще канал маленький, совсем молодой. И мне очень важно, чтобы было видно, что я не просто так работаю каждый день. А потом я уже приготовила конкурсы делать. А дочка смеется, говорит, мам, куда ты у тебя, 7 подписчиков, какие конкурсы. А у меня много фурнитуры, которые у меня не идут. Это и вообще много. У меня много салфеток для докупажа. Я бы с удовольствием устраивала конкурсы и разыгрывала бы. То, что лишнее у меня. Зачем складывать, держать? То, что не работает. Так, ну вот, здесь желтый оказался сзади. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой. Так. Сейчас мы с золотом пахнем. Опа. Так. И на тот надо. В таком случае. Вот. Ой. Ой. Все бы хорошо. Сколько потом приходится-то убираться, вот это. Это краска. Видите, что творится? Сколько ее наболевается. Ой. Так. Вот так. Девочки, видно вам? Не видно? Так что, мои дорогие. Я думаю, что мой канал, конечно, смотрят только творческие люди, потому что нетворческим людям зачем это? А творческие люди должны помогать друг другу. Пишите, комментируйте. Подписывайтесь, приглашайте на ваши каналы. С удовольствием. С удовольствием буду дружить с вами. Вот. Ну как они у меня примерно одинаковые. Нет, впереди не очень одинаковые. Ну и что? Конечно, она стекает. Сейчас я попробую, конечно, феном. Сейчас посмотрим. Ну вот, видите. Пока. Ну вот, видите. Ну вот. Давай. Пока. 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 Продолжение следует... Ну вот, результат. Потом они высохнут, я покрою их лаком от дождя. Посажу цветочки, и будет красота. Прямо самой нравится, честно. Ну вот, прошло буквально чуть побольше часа. Через полчаса они высохли. Я их уже покрыла лаком. Получились они темноватые. Ползут куда-то. Получились темноватые. До меня уже потом дошло, надо было их сначала покрасить белой краской. Вот, видите, они. Темноватый розовец. Свет потерялся куда-то. Надо было покрасить белой краской. А потом, когда высохнет, уже заливать. Но все равно... Больше даже ничего. Ну и все. Это потом будут такие... Такой будет, ну как сказать-то, шариком растения. Растите, мои дорогие. Ну, осталась у меня краска. Что я вот сейчас галошу заливала. Надо ее куда-то использовать. Вот есть у меня такая металлическая конфетница. Дочка покупала в Финляндию. Мы ездили лет 8 назад, наверное. Ой, а может 10 уже. Вот. Ну, со временем она, конечно, стала страшненькая. Вот хочу я ее попробовать залить. Так. Ну. Посмотрим. Так. Понятно, что стекает краска по таким вот неровным предметам. Но она все-таки не такая... Ну, небольшая. Может быть, ничего. Сейчас посмотрим. Оп. Оп. Так. Вот. 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 Так. Ну. Вот она, видите, получается, где больше синего. Так, ну ладно, сейчас мы тут подмажем. Вот удобная у меня, вот вроде бы, вот этот противень и от газовой плитки решетка, вот удобно. Нет такой грязи, все туда стекает, но она не ровная. Ее прежде чем установишь, все нервы вымытаешь. А так вообще для этой работы очень удобная вещь. Вот, получилось как весело. Где желтенькая, где красненькая, где синенькая. Так, ой. Такая погода сегодня прям не хочется в доме делать. Ну и, собственно, все. Теперь пусть сохнет. А вот хотела вам еще показать, те, кто смотрит мое видео. Вот делала я, вот это кашпо заливала. Но результат меня не порадовал. Потому что она довольно-таки высокая и краска с нее вся стекла. Поэтому я ее покрасила вот по этим выступам золотой краской. Ну, везде, где вмятинки, где... Вот. Потом покрасила черной. И опять же на этих выступах затерла шкуркой. Шкуркой. Вот. И вот такая у меня. Теперь ждет, когда я что-нибудь в нее посажу. Как-то просто вот заливать картины, девочки, ну сколько их можно складировать. Хочется чего-то для дома, полезное. Поэтому стараемся. Все, девочки мои и мальчики, подписывайтесь, ставьте лайки. До свидания. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok